Из книги «Открытый моком 6-й том» темы Латкины книги «Вопрос 1595» Вы, надеюсь, знаете, что за все в жизни приходится рассчитываться здесь или там. У вас есть поклонники, вас уважают за разрешение недоуменных вопросов. В каждой местности есть свой пророк, и вы приобщились уже к этой роли. Но если где-то не так ответите, то каков будет потом спрос с вас? Так, уверены ли вы, что ответы даете на 100% правильно, и потом не придется краснеть и отвечать за погубленную душу, если она выполнит ваш неправильный совет? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Вот почему отвечаю, и на мудрость и человеческое основание полагаю. 1 Коринфянам 2, 4, 5 и 13 стих. И слово мое, и проповедь мое, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божии, что и возвещая мне от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого. Соображаю духовное с духовным, знаю и страшусь, и не выпускаю из рук драгоценную книгу книг Гиблию, Святую и Вечную. Иакова 3, 1. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Этот ваш вопрос я передвисовываю ко всем, без исключения православным батюшкам и к сектантам Ио 13, 5. О, если бы вы только молчали, это было бы уменено вам мудрость. Варуха 3, 23. Сыновья Агария искали земного знания, равные купцы Меры и Фимана, и баснословы, и исследователи знаний, но пути при мудрости не познали и не заметили стезей ее. Но за что вы беретесь, если Библию не знаете, не знаете, как истолковывали ее святые отцы, мудрости набрались языческой, знания земного, они божественно отпечатывают в мозгах людей. Матфея 5, 19. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царством Небесным, а кто сотворит и научит, тот великим наречется Царством Небесным. В городе в нескольких местах ведут занятия по Слову Божию, но православные из московской патриархии самые, что ни на есть, ненавистны Слову Божию, Слову Истину. Господь говорит нам, Иоанна 17, 14. «Я передал вам слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Они меня клеймят их после гривы и лгут до умопромочения против наших изгнанников за рубежом и против всех, кто ходит на наши занятия. Клеймят их Лапкинцами или Игнатицами или Златоустовцами. В Соломстве 19, 7. «Я мирен, но только заговорю о них войне». В Соломстве 18, 10. «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Деяния 20, 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я приняла от Господа Иисуса». Проповедуйте Евангелие о благодати Божией. Деяния 26, 29. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только Ты, но и все слушающие меня сегодня сделали такими, как я. Все, что не по Слову Божию, есть временное и дневое». И в Сианном 4, 29. «Никакое дневое слово, да не исходит из уст Ваших, а только доброе для досидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Нужно людям показывать Слова Божие, Божие замыслы о нас. А не свою грамотность перед людьми выказывать». Притча 18, 2. «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Иов. Иов. «Тот, у кого не отняли стада, ни пажите, ни дом, ни сад плодовый, ни ближний его, кто никогда не испытал всей тяжести суровой, господней длани на плече своем, тот разве знает, что такое сила любви и гнева пламенным огнем земные, наполняющие жилы? Тот разве может говорить «отдай», кричать и звать, и требовать ответа, и выдержать, когда потоком света его зайдет внезапно через край. «О, братец всех страждущих, прости, что нас страшат и горе невзгоды, тебе пристанище средней погоды, в испуге ищущих не осуди». Георгий Раевский, 1947 год